МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса. Максимальная санкция статей предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Мужчине предъявлено обвинение. Ведется следствие. На громкий стук хозяева квартиры дверь не открыли. По всей видимости, дома никого не было. Хотя именно такой стук из этой квартиры слышат жильцы всего подъезда. А еще крики и брань. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начиная с 17-го года у нас в 199-й квартире у моих соседей происходит просто притон. Приходят наркоманы, пьют крики, музыка днем и ночью. Это продолжается. Курят постоянно в квартире, употребляют запрещенные вещества. На наши просьбы соблюдать тишину не реагируют. У них антисанитария. Это никогда ничего не убирается. Также происходят постоянно драки по ножовщине. Накануне вечером 14-й этаж этого подъезда был весь в крови. То ли здесь в ход пошел нож, то ли где-то уже раненый гость пришел зарезать раны. Буквально перед нашим приездом, говорят жильцы, управляющие компанией все начисто вымыло. Хотя вот эту окровавленную дверь не заметили. Здравствуйте. Вы управляющая компания? Здравствуйте. Патрульная служба. Скажите, пожалуйста, вы знаете ситуацию, что здесь складывается? Я в металле не даю. Скажите, это нормально, что здесь живут такие люди, что жители? Жалуются вашей управляющей компанией. Я вопрос вам задала. Вы делаете какие-нибудь меры? Принимаете? Девушка, я с вами сейчас не буду. Наш вопрос к представителю управляющей компании не случайен. Жильцы дома из своего кармана вынуждены оплачивать сломанное гостями шумной квартиры общедомовое имущество. Батарея вся сломана. Портят ящики, где у нас электричество. Ящики, где стоят огнетушители. Домофонная дверь. Так как у данных товарищей, которые к ней приходят пить, у них нет таблетки от домофона. Дверь они постоянно выламывают, выдирают, домофон ломается. Мы сами, опять же, жители, за это всё платим. Люди говорят не только о нарушении комфорта жизни, но и о безопасности. Муж встал на первом этаже, ждал лифт. Лифт открывается, из него выходят её господа, друзья, соупотребители. Весь лифт в крови, и парень стоит с ножом. Муж у него спрашивает, давай убирай это всё, кто это будет убирать. Я не знаю, что тот молодой человек кидается на моего мужа с ножом. То есть, как бы просто страшно ходить по подъезду. Я уже купила себе перцовый баллончик, потому что они постоянно тут ходят обдолбанные. И просто страшно, что у них там в голове может быть. Но самое главное, по мнению жильцов, что нередко за всем происходящим в нехорошей квартире наблюдает маленькая дочь хозяйки. Зимой, решили опять снова прав, две недели назад мы поднимались, и там был ребёнок. То есть, там открывается дверь, оттуда просто такой шмон, там перегар, сигареты, вонь ужасная, мусор там эти тараканы. И то есть, там просто сидит, играет ребёнок. То есть, одна девочка маленькая, пятилетняя, и просто толпа там взрослых мужиков в неадекватном состоянии. Скажите, пожалуйста, вы обращались в правоохранительный орган? Да, неоднократно были вызовы. Также я звонила в службу 112 и ночью вызывала. И сначала к нам приезжали, потом просто игнорировали, ну принимали вызовы, и сотрудники полиции к нам уже не приезжают. Я начала снимать всё на видео, делать фотографии, доказательства теперь у меня есть. Мы писали в декабре 2021 года коллективную жалобу на Ерофеева. Это управление муниципальным жилищным фондом, это те, кто выдают социальным гражданам жильё. Мы писали в администрацию Заволжского района города Твери. Мы писали в Центр социальной поддержки населения. Писали мы в начальнику Заволжского ОП города Твери. Также было написано заявление министру демографической и семейной политики Тверской области. Какие результаты? На все наши письма была одна отписка, проведена беседа с Ерофеевой, со службы, которая выдаёт квартиры. Сказали, что у них всё хорошо, всё прекрасно, в доме якобы чисто, хотя у нас есть фотографии, всё доказательства, видео об обратном. Никаких действий по поводу смирения данной гражданки, либо просьб о выселении не последовало. Полицию вызываем, полиция пару раз приезжала, приходила участковая, ну, они там пальчиком погрозили, ай-яй-яй, больше так не делай. Вроде тихо неделю, потом всё опять по новой. На этой неделе жильцы готовят коллективную жалобу в прокуратуру. Туда же, по нашим данным, будут обращаться работники управляющей компании. Вот такая нереспектабельная жизнь протекает в респектабельном с виду доме по улице Фрунзе. Кажется, что чужим в этой многоэтажке не место, ведь вход на территорию дома преграждает шлагбаум. Мы надеемся, что этот сюжет даст правоохранителям ещё один повод проверить изложенную жильцами дома информацию.